Пока созданная комиссия устанавливает ущерб от взрыва в жилом доме в Женаузине, жертвы трагедии находятся под наблюдением медиков, в том числе и психологов. Сейчас трое человек находятся в отделении травматологии, двое из них дети. Еще одного пострадавшего транспортировали в областную больницу в Актау. Мужчины диагностированы ожоги более 80% поверхности тела. После нескольких тяжелых операций, которые перенесла 23-летняя беременная пострадавшая, потеряла ребенка. Ранее из-под завалов извлекли погибших супруга и свекровь. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Вместе с ней в реанимации в крайне тяжелом состоянии находится ее свекор. Состояние обоих оценивается врачами как критическое. Первый наплыв больных у нас было в 4 часа 10 минут утра, и она была в первой партии. Вот эта женщина, у нее, к сожалению, не началась ранняя отслойка плаценты. В связи с этим мы ребенка оберечь уже не смогли. И вторая операция, к сожалению, у нее была на позвоночнике. Тоже тяжелейшая операция. 17 недель наши стоят.